Мир вам Мир вам Боже милости, будь ко мне грешным Создал меня Господи, ты помилуй меня Невозможно сосчитать мои грехи, но помилуй меня Господи и прости меня грешника Нам людям всегда следует восхвалять и прославлять тебя Богородицу Родившую Бога, всегда блаженную и не имеющую порока Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херувину И достойную большего прославления, чем Серафим Безболезненно родившую Сына Божия Истинную Богородицу тебя величай Слава Отцу и Сыну и Святому Духову И ныне и всегда и во веки веков аминь Господи, помилуй меня, Господи, помилуй Господи, благослови Господь Иисус Христос, Сын Божий Молит ради Пречистой Твоей Матери И Силы Честного, Граждовящего Креста Святого Ангела Моего Хранителя и всех ради святых Помилуй и спаси меня грешного Потому как ты благ и человеколюбец Аминь Царь Небесный, утешьте в Дух Истины Вездесущий, весь мир наполняющий И источник благ и подателей жизни Приди вселись в нас и очисти нас от всякой скверной И спаси благие души наши Святые Божии, Святые Крепкие, Святые Бессмертные Помилуй нас Святые Божии, Святые Крепкие, Святые Бессмертные Помилуй нас Святые Божии, Святые Крепкие, Святые Бессмертные Помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне, и всегда, и во веки веков Аминь Пресвятая Троица, помилуй нас Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззакония наши Святые, посети из сели немощи наши Имени Твоего ради Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне, и всегда, и во веки веков Аминь Отче наш, сущий на небесах Да светится имя Твое Да приедет царствие Твое Да будет воля Твоя и на земле, как на небе Хлеб наш, насущный, подавай нам на каждый день И прости нам грехи наши Ибо и мы прощаем всякому должнику нашему И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки Аминь Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки Аминь Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи И ангельскую песню изглашаем Тебе сильной Свят, свят, свят ты Божий Молитвами Богородицы, помилуй нас И ныне и всегда, и во веки веков Аминь Внезапно придет судья И деяния каждого обнаружатся Со страхом воскликни в полночь Свят, свят, свят ты Божий Молитвами Богородицы, помилуй нас Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне, и всегда, и во веки веков Аминь Став после сна, благодарю Тебя, святая Троица Что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Божий, не прогнился на меня ленивого и грешного И не прекратил жизни моей среди беззаконий моих Но оказал мне обычное Твое человеколюбие И поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву И прославить могущество Твое И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему Уразумевать заповеди Твои и исполнять волю Твою И открой уставы, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце И воспевать святейшее имя Твое Отца и Сына и Святого Духа Ныне, всегда, и во веки веков Придите поклонимся И припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему Восемнадцатый псалом Небеса проповедуют славу Божию И о делах рук его вещает твердь День дню передают речь И ночь ночи открывает знания Нет языка и нет наречия Где не слышался бы голос их По всей земле проходит звук их И до предела вселенной слова их Он поставил в них жилище солнцу И оно выходит, как жених из брачного чертога своего Радуется, как исполин пробежать поприще От края небес исход его Исшествие его до края их И ничто не укрыто от теплоты его Закон Господа совершен Укрепляет душу Откровение Господа верно Умудряет простых Повеления Господа праведны Веселят сердце Заповедь Господа светла Просвещает очи Страх Господень чист Пребывает вовек Суды Господни истинно Все праведны Они в вожделении золота И даже множество золота чистого Слаще меда и капель сота И раб твой охраняется ими В соблюдении их великая награда Кто усмотрит погрешности свои От тайных моих очисти меня И от умышленных удержи раба твоего Чтобы не возобладали мною Тогда я буду непорочен И чист от великого развращения Да будут слова уст моих И помышления сердца моего Благоугодны перед тобой Господи Твердыня моя и Избавитель мой Да услышит тебя Господь в день печали Да защитит тебя имя Бога и Яковлева Да пошлет тебе помощь и святилище Из всего надо подкрепить тебя Да воспоминет все жертвоприношения твои И все сожжения твои Да соделает тучным Да даст тебе Господь по сердцу твоему И все намерения твои Да исполнит Мы возрадуемся о спасении твоем И во имя Бога нашего Поднимем знамя Да исполнит Господь все прошения твои Ныне познал я Что Господь спасает помазанника своего Отвечает ему со святых небес своих Могуществом спасающие Спасающие десницы своей Иные колесницами Иные конями А мы именем Господа Бога нашего хвалимся Они поколебались и пали А мы встали и стоим прямо Господи Спаси царя И услышь нас Когда будем взывать к тебе Господи Силой твоей веселится царь И о спасении твоем безмерно радуется Ты дал ему Чего желало сердце его И прошение уст твоего не отринул Ибо ты встретил его благословениями благости Возложил на голову венец Из чистого золота Он просил у тебя жизни Ты дал ему долгоденствие На веки век Велика слава его в спасении твоем Ты возложил на него честь и величие Ты положил на него благословение на веки Возвеселил его радостью лица твоего Ибо царь уповает на Господа И во благости Всевышнего не поколеблется Рука твоя найдет всех врагов твоих Десница твоя найдет всех ненавидящих тебя Во время гнева твоего Ты сделаешь их как печь огненную Во гневе своем Господь погубит их И пожрет их огонь Ты истребишь плот их с земли И семи их из среды сынов человеческих Ибо они предприняли против тебя злое Составили замыслы Но не могли выполнить их Ты поставишь их целью Из луков твоих пустишь стрелы в лицо их Вознесись, Господи, силою твоею Мы будем воспевать И прославлять твое могущество Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно и во веки веков Аминь Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Боже Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Боже Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Боже Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно и во веки веков Аминь Боже, очисти меня грешного Ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою И избавь меня от зла И пусть будет во мне Твоя воля Дай мне, не подвергаясь осуждению Открыть мой недостойный уста И восвалить святое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа Ныне и всегда и во веки веков Аминь Встав после сна и после ночи Приношу Тебе песню спаси И преподая к стопам Твоим Взываю к Тебе Не дай мне уснуть в греховной смерти Но сжалься надо мной Добровольно распявшийся Скоро подними меня беспечно лежащего И спаси меня стоящего Пред Тобой на молитве И после сна ночного Пошли мне ясный безгреховный день Христе Божий И спаси меня Владыка человеколюбче Встав после сна я спешу к Тебе И по милосердию Твоему принимаюсь За угодные Тебе дела Я молюсь Тебе Помоги мне всегда и во всем И избавь меня от всякого зла в мире И от дьявольского искушения И спаси меня И вели в царство Твое вечное Ибо Ты мой Творец И источник и податель Всякого блага На Тебя вся моя надежда И я возношу Тебе хвалу Ныне и всегда И во веки веков Аминь Аминь Ты сам Владыка Творец всего сущего Удостой мне при свете Твоей истины С просвещенным сердцем Исполнять Твою волю Ныне и всегда И во веки веков Аминь Аминь Господи Сидержителю Божьих сил Бесплотных И всякой плоти И на высотах небесных Живущий Озирающий Долу земли Наблюдающий Сердца и помыслы И ясно ведущий Тайны человеческие Безначальный Вечный И неизменный Свет Который Не оставляет Затененного места На своем пути Ты сам Бессмертный Царь Прими моления наши Которые мы В настоящее время Надеясь на обилие Сострадания Твоего Творим Тебе из нечистых Хвост И прости нам Прегрешения наши Совершенные нами Делом Словом И мыслью Вольно И невольно И очисти нас От всякой Нечистоты Плоти И Духа И даруй нам С бодрствующим Сердцем И трезвенную Мыслью Прожить всю Ночь Здешней Земной Жизни В ожидании Наступления Светлого И славного Дня Второго Пришествия Единородного Твоего Сына Господа Бога И Спасителя Нашего Иисуса Христа Когда Общий Судья Придется Славу Воздать Каждому По делам Его Да Да Найдет Найдет Он Нас Нележащими Сонными Но Бодрствующими И восставшими Среди Исполнения Заповедей Его И готовыми Войти С Ним В радость И божественный Черток Слава Его И непрестанная И непрестанные Голоса Торжествующих И невыразимая Радость Верещих Несказанную Красоту Лица Твоего Ибо Ты Истинный Свет Просвещающий И освещающий Весь мир И Тебя Воспевает Все Творение Веки Вечные Аминь Аминь Святый Ангел Поставлен Блестимую Бедную Душу И несчастную Жизнь Не оставь Меня Грешного И не Отступи От меня За невоздержанность Мою Не дай Возможности Злому Демону Подчинить Меня себе Посредством Этого Смертного Тела Возьми Крепко Несчастную Опустившуюся Мою руку И выведи Меня на путь Спасения О Святой Ангел Божий Хранитель Покровитель Бедной Моей души И тела Прости Мне Все Чем Я Оскорбил Тебя Во все Дни Моей Жизни Если Я Чем Согрешил Прошедшую Ночь Защити Меня В настоящий День И Сохрани Меня От Своей 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 Милости Аминь 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 Страсти Моей 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 Ни Счастлив И Избахни От Многих Губительных Воспоминаний Намерений Освободи От Всякого Злого Воздействия Ибо Ты Благословенна От Всех Родов И Твое Предчестное Имя Славится Во Веки Веков Аминь Молите Бога О Нас Святые Угодники Божие Игнати Владимир Надежда Ольга Анатолий Виталий Георгий Елена Сергий Бомусер Наком Прибегаем Скорым Помощником Молитой Никого Душах Наш Богородица Дела Радуйся Благодатная Мария Господь С Тобой Благословенна Ты между жен Благословен Плод чрева Твоего Ибо Ты Родила Спасителя Душ Наших Спаси Господи Людей Твоих Благослови Принадлежащих Тебе Помогай Православным Христианам Побеждать Врагов Сохраняя Силы Креста Твоего Церковь Твою Спаси Господи Помилуй Отца Мо Духовного Игнатия Батю Акимова Народи В мире Спасибо Господи Помилуй Родителей Моих Братьев Сестер Родников Начальников Благодетелей Всех Ближних Моих И друзей И всех Православных Христиан Подай Твои Земные Небесные Благо Не Лиши Их Милости Твоих Посети Их Укрепи Силою Твою Дару Им Здравия Спасения Души Ибо Ты Благ И любишь Людей Аминь 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 Покой Господи Души Усопших Рабов Родителей И родственников Благодетелей Всех Православных Христиан Простим Все И грехи Вольные Невольные Даруем Царствие Небесное Со Святыми Упокой Христе Души Рабов Твоих Братцев Отцов И братьев Наших Там Где Нет Ни Болезни Ни Печали Ни Душевных Страданий Но Жизнь Бесконечная Воистину Достойно Прославлять Тебя Как Богородица Всегда Блаженную И Пренепорочную Матерь Нашего Бога Мы Величаем Тебя Как Истинную Богородицу Родившую Без Болезни Бога Слова Достойную Большей Пути Чем Херувим И Несравненно Славнейшую Нежели Серафим Слава Отцу Сыну Святому Духу И Ныне И Всегда И Во Веки Веков Аминь Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Иисусе Христе Сыне Божьем Молит Прочистой Твоей Матери Преподобный Богоносных Отцов Наших И всех Святых Помилуй Нас Аминь Боже Наш Милостивый Небесный Отец Помилуй Детей Наших За Которых Мы Смиренно Молим Тебя И Которых Придаем На Твое Попечение И Защиту Ложи В них Крепкую Веру Научи Их Благоговеть Пред Тобою Достоих Крепко Любить Тебя Нашего Создателя И Спасителя Направь Их Боже На Путь Истины Добра Чтобы Они Все Делали Во Славу Твоего Имени Научи Благочестиво Добрительно Жить Быть Добрыми Христианами И Полезными Людьми Дай Им Здравия Душевный И Телесный Успех Трудах Избавь Их От Хитрых Козней Дьявола От Многочисленных Соблазнов От Скверных Страстей От Всяких Нечестивых Беспорядочных Людей Ради Твоего Сына Господа Нашего Иисуса Христа По Молитвам Его Пречистой Матери Всех Святых Приведи Их К Тихой Пристани Твое Вечного Царства Чтобы Они Вместе Со Всеми Праведными Всегда Благодарили С Единородным Твоим Сыном И Желтворящим Твоим Духом Аминь Господи Боже Наш Возри На Детей Наших Ниспошли На Них Духа Премудрости Разум И Благочести Просвети Светом Твоего Благоразумия Чтобы Они Скоро Уразумели И Усвоили Изучаемые Предметы Употребили Их На Благо Твоей Церкви На Пользу Близнев Во Своё Спасение Потому Что Ты Источник Премудрости Тебе Слава Возносим Всегда Ныне Призна Во Веки Веков Аминь Сестру Нашу Алевтину Болящую Помилуй Господи Подними Ее Сонгра Болезни Подай Облегчение Пиши Страдания Господи Облегч Аминь На Тихонич Маленький Спасибо Митрополита Илариона Епископа Ипсихия Вениамина Агап Ангела Геомида Тихона Антония Священная Акима Павла Геннадия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Амбросия Вадима Зосима Алиппе Андрея Олега Диаконов Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Венедикта Франциска Корнилия Александра Деодора Митрополита Тихона И весь Священнический Иноческий Чин И высшие Истинные Служители Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нам Дай еще Священника Если угодно Тебе Смири власти Воинства Их Наведи Страх Твой на них Умудри Их Издавать Добрые Законы Дабыли Дали Достойно Жить Людям Что было Еще Уделять Нуждающимся И Сохрани Их От покушения На них Владимира Денита Дональда Рамзана Владимира Александра Эрдогена Амана И даруй Мир Израилю Россию Украине Сирии Где война Идет И научи Нас Господи Ценить Это мирное Время И Брекотов Землю К великим И страшным Испытаниям Грядущим На всю Вселенную За отступничество От Тебя Слава Тебе Господи За эту Тихую Мирную Ночь Что Жизнь Нашу Продлил И разум Сохранил Дай нам Желание Трудиться Обнаружить И умножить Все наши Таланты Дарованные Тобою И для Сего Пошли нам Добрых Помощников Наставников Советников И в этот День Сохрани нас От всякого Рода Зла Греха Нарушения Заповедей Твоих Святых Непосильных Искушений И защити Жилища Нашей Селения От пожара От воров От нечистой силы Живущих Там Андрея Игоря Игоря Серафима И сына Владимира Обрати Болящую Людмилу Любовь Владимира Алексея Иосифа Прищи Добрые Жители Знающих И любящих Уставы Твои Святые И сохрани Школу Спаси Помилую Татьяну Наталью Игоря Марину Никиту Щадо Виктора Сергея Севастьяна Людмилу Нину Алеккину И побуди Всех На проповедь Благовестия Спаси Помилую Надежду Валентину Екатерину Анастасию Наталью Евгения Романа Михаила Нину Анну Юрия Рахиль Езжу Рустика И даруй Добру Истинную Веру Самире Тимуру Дабы не верили Лжепророкам Найди Господи Новые Души Благослови Александра Александра Сергея Сергея Екатерину Екатерину Галину Украти Ненависть Ворогов Творящих Злодейство И пакости Если угодно Возможно Примири их С нами И в судный день Не помяни Их безумие Благослови Благодетели Наших Воздаем Добром В этой жизни И в будущем Елену Людмилу Обрати Евгения Наталью Надежду Эдуарда Юрия Господи Посети Болящих Дай Силу Перенести Страдания И пошли Мы Сцеление Илариона Кирилла Алексея Игоря Надежда Алифтину Нину Татьяну Татьяну Валентину Валентину Марию Александру И даруй здравия Моему глазу Господи Если угодно Тебе Найди все Наше родство Евдокию Валентину Ирину Татьяну Марку Нину Ольгу Елену Марию Татьяну И путешествующих Благослови Раису Льва Виктора Возврати Их Жилища Если угодно Тебе Слава Тебе Боже За милость И продление Жизни И наше Сокровище В интернете И книги Здесь и в пути Сохрани И трудящихся Благослови Игоря Юлия Дмитрия Виктора Сергея Сергея Андрея Андрея Вячеслава Содружество Романа Избатла Духа Лжи Благослови Виталия Никиту Даруй им Желание Искренне Трудиться Все время В поте Лица Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Найди Новые Души И даруй Мир Сердца Людей И обрати Тимофея Тимофея Мартина Германа Александра Леонтия Леонида Симона Хвала Тебя Наши Иисус Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня Грешного Слава Тебе Наш Бог Иегова Авва Отче Свят 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 Благодарю Тебя Господи За тот день В Который Дал мне Веру В Тебя Страх Пред Тобой И ожидание Суда Божия Благодарю Тебя Господи За тот день Который Дал мне Святую Библию И указал На толкование Святых Отцов И на каноны Церкви Как на истину Аллилуйя Воздай Вечности Всем Трудившимся Над моей Душой Возрастаниями В Тебе Марию Степана Александра Михаила И Анну Пресвятая Госпожа Богородица Присно Дева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас Молитвами Своими Господи Воздай Добром Всем Помогавшим Нам В путешествии И Посеянное Нами Сохрани Дабы Долой Это обильные Плоды Благослови Николая Павла Зинаиду Владимира Дмитрия Надежду Людмилу Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога О мне Грешим Добрый Мой Ангел Благодарю Тебя Столько Лет Ты Хранил И Защищал От Видимых И Невидимых Опасностей Прошу Тебя Ангел Мой Не покинешь Смертный Час Когда Душа Будет Разлучаться От тела И Проведи Душу Мой Помытарством И Веди Ее Навеки В вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Иоанн Креститель Претеща Христов Моли Бога О нас Научи Нас Господи Жите В бедности Имея Пропитание Одежду Быть Благочестивым И Довольным Никогда Не Роптать Никому Не Завидовать И Во всем Быть Экономным Чтоб Было Из чего Уделять Нуждающимся Святитель Христов Никола Мирликийский Чедотворец Моли Бога О нас Молите Бога О нас Святые Пророки Божии Илья Елисей Инох Моисей Самуила Аарон Ио Авель Ной Иосиф Патриархи Ездра Нееми Амос Наум Исайя Иеремия Варух Изеки Иль Осия Иаиль Агей Сапония Захария Малахи Давид Нафан Даниил Отроки Пророк Михея Аврам Исаак Иаков Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою Дабы День Прихода Тво Нашего Отшествия Не застал Нас Неготовыми Но Чтобы Вышли Навстречу Тебе С горящими Светильниками Истинной Веры И сосудами Полными Лея Добрых Дел Соделанных Духи Святом С любовью Аллилуйя И каждому Дару Жилье Господи Сергею Гавриилу Жилищик Молите Бога Нас Святый Ангел Архангел Их Урюбимы Серапимы Всенебесные Силы Престолы Божьи Предстоящие Святые Пророки Апостолы Петр и Павел Ингелисты Матфей Марк Лука Иоанн Да дарует Господь Нам жажду Исследовать Священное Писание И жить По Нему Ибо Через Писание Мы думаем И жизнь Вечную Они Свидетельствуют О Тебе Аллилуйя Молите Бога О Нас Святые Мущенники Игнатия Игнатия Богоносец Поликар Смирский Устин Философ Космай Дамиян Андрей Стратерар Иерон Мущенник Климент Римский Климент Анкирский Анфим Комедийский Георгий Победоносец Пантелеем 40 Святых Мущен Царь Николай Святое Царское Семейство Владимир Винами Иосиф Борис Иглеб Да укрепит Господь Народ Свой Дабы Никто Не принял Насчертания Зверя Антихриста Анфим Вениамину Дай Веру Старше Родителей За такое Ложное Воспитание Молите Бога Анас Святые Отцы Василия Великий Григорий Богослов Ян Златоусов Анас Великий Прям Сирин Антоний Макарий Антоний Пеодосий Корнили Иов Сергий Радонский Степан Пермский Серафим Саровский Ян Тобольский Ан Кронштадт Ан Шанхайский Кирил И Алтайский Филарет И все Переводчики Священного Писания Молите Бога О нас Да Сохранит Нас Господь В Святой Православной Вере А замысл Еретиков Разруши Разве И Вичто Преврати Молите Бога О нас Святые Жены И Девы Фекла Первомущеница Патина Самарянина Феврония Вера Надежда Любой Матерь София Наталья Адриан Варвара Екатерина Перепетует Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалейна Мария Египетская Прискила И Акила Андроник Июня Киприяна Устина Да Дарует Господь Послушание Молчание Соломудрие И стыдливо Женам И девам И Сохрани Их От Всящества Поругания И Справь Непокоривость Галины Семей Своей Евгении Надежды Париса Людмилы И Иоанна И прими нашу молитву Воздияния рук Как жертву вечернюю Благоухание Приятное Перед Престолом Благодати Твоей Господи И соединия И соедини нашу Христа Христа И пролитой Крови Его Услыши Нашу Молитву О всех Заповедавших Нам молиться О них Спаси Их Господи И помилуй Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушает И Да слышит Раб Твой Аминь Доброе утро Всем Где Отче наш Сергей Павлович Летам Добавь слова Оттуда Перепечатай Евангелие От Матфея Ибо Твое Старство Сила И слава Во веки Аминь Чтобы не ошибаться Я застудил глаз Сильное нагноение Идет Я сейчас Все время Хожу на улицу Вот такой вот Штуку надеваю Вот так вот Ну мед Медом Тут Растворяю Мед И капаю И сегодня Получше стало Кто вспомнит Можете помолиться Сильное нагноение Идет Но хорошо Что они Вовнутрь Пугают Если пойдет В мост То это Сразу Кончина Будет А так Идет Сюда И только Успевая Промокать Нарезали Мне тут Маленьких Салфеточек Вот так Вот Интересно Нарезали Нарезали Белый 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 Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 17. Вопрос 3129. Как смотрят церковные верхи на существование на одной территории различных православных юрисдикций? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Как угодно ворочают каноны. Когда я до этого говорил, что патриаршество не евангельское устроение и что можно дать свободу каждой епархии, а на съезды собираться по-братски, меня за это задолбили раскольник, самочинец, еретик и прочее. Но вот дело дошло до объединения, и вдруг такой серии материалов наградили нас, что мои робкие намеки на самостоятельность епархии покажутся вовсе уже детским лепетом. Протоиерей Николай Артемов. Цитата. Завершилась Константиновская эпоха в истории Вселенского Православия. Это плод совершенно уникального Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов. Досели ему нет аналогов в российской истории. К началу IV века церковь в Римской империи состояла из сотни независимых митрополитических округов, которые лишь постепенно слагались в патриархаты по соображениям целесообразности. Подобным образом управлялась церковь на Востоке и даже в значительной степени на Средневековом Западе. Возвращение к канонам и освященным традицией формам управления было в духе Всероссийского Собора. В конце концов на Соборе было окончательно решено не лишать митрополитича округа административных функций. Было также признано, цитата, «наиболее соответственным с прямыми задачами существования округов образовать их из незначительного числа епархий в каждом округе». Бурное обсуждение проекта, обилие доводов за и против, например, высказывались опасения, что в округах могут возникнуть сепаристские тенденции, сепаратистские тенденции, привело к решению продолжить обсуждение на следующий день. На 169-й сессии, где присутствовало 150 членов Собора, из них 34 архиереи. Указом предвидится возможность прекращения церковно-административной деятельности Синода, Высшего Церковного Совета и Пархиальных Советов, а также косвенно самого Патриарха. В этом случае, а равно в условиях разобщения и невозможности нормальных сношений с Московским Церковным Центром, решение дел, обычно относящихся к компетенции высшей церковной власти, предоставляется епархиальным архиереем на местах. На первый взгляд, указ номер 362 выглядит как инструкция на крайний случай. Однако, за этой его внешней формой гораздо более объемное восприятие реалий жизни русской церкви и перспектива ее дальнейшего устроения. Именно это соборное восприятие отражалось и в позиции святых новомучеников российских кандидатов в местоблюстители, назначенных Патриархом Тихоном, равно как и исполнявших обязанности местоблюстителя. Все они ссылались на указ номер 362, как на церковно-правовую основу, сознавая здесь крепкую связь с Патриархом Тихоном и нормами Всероссийского Собора. Наделение епархиальных архиереев высшими полномочиями было мерой чрезвычайной, но цель указа номер 362 именно в том, чтобы придать этим мерам легитимность, каноническую основу в русле соборной мысли. Здесь все та же идея об организации церковной жизни по принципу митрополитических округов по образцу древней церкви. В указе предвидится, хотя и прикрыто, вариант узурпации власти в церкви. Говорится о возможности появления, цитата, «непослушных». Это и произошло в мае 1922 года, когда появилась обновленческая ВЦУ. Епархиальному архиерею в таком случае вменяется в обязанность самостоятельно организовывать церковную жизнь от приходского до епархиального уровня при содействии православных, цитата, «оставшихся ему верными», с дозволением совершать богослужения, цитата, «в частных домах». В последний год существования ВЦУ как расшифровывается, Игнать Тихонович? Высшее церковное управление. Благодарю. Его участники много думали о дальнейшем пути. Указ номер 362 – выражение великой веры в соборность и творческую свободу церкви, в ее способность сохранять внутреннее единство. Авторы указа номер 362 предвидели, что указанное положение вещей может принять, цитата, «характер длительный и даже постоянный». Епархия, разделенная и восполненная таким образом в своем архиерейском составе, образует не иное что, а, цитата, «церковный круг, наделенный всеми полномочиями для самостоятельной...» Сергей, не круг. Круг – это у преступников. О, круг, да. Так, еще раз. Епархия, разделенная и восполненная таким образом в своем архиерейском составе, образует не иное что, а церковный округ, наделенный всеми полномочиями для самостоятельной и полноценной церковной жизни. Пункт шестой. В межведомственных отношениях в Германии имелось пространство для маневра. В этом смысле оно отличалось от ситуации в Советской России в 20-30-х годах, где было несравнимо тяжелее. 1 Коринфянам 7.35 «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». 1 Царств 13.6 «Израилетяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах». Иов 7.11 «Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей». Иов 36.16 «И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком». «Настаивать не нужно на своем, в политике, в религии, в застольях. Допустит Бог, дорога на подъем, даст Бог, и трасса скроется в подполье. Все будет так, как скажет Иегова. Он запланировал, чуть приоткрыв свой план, и топчемся у самого простого, столетия не сдвинув ни на грамм. Мы трудимся, и будет в том успех, что сходится с его святой волей, а прочее лишь курицам на смех, в историю, в отвал, с надсадной болью. Сухие безучастные страницы умерших поколений – лишь урок. Так стоило ли нам до смерти биться из-за сомнительных и выброшенных крох? Ах, если бы нас вразумил Создатель не спорить, не настаивать на нашем, а Вышним мы заботиться бы стали. Покорностью был путь в конце украшен. Великим назовется только то, что пишется, творится с Иеговой. Все прочее, да мнится мелкотой, и недостойно может полуслова. Угодно Богу, чтобы рано встать, слезами умываясь в покаянье, по Библии свой путь с утра сверять, возвышенное в арсенал подтянем. То сладкое, то горькое лекарство, то часто Иисус нам, так часто Иисус нам подает, и не голосовать за белых или красных, Оно сто крадо сгорит, уйдет под лед. Так стоило ли биться до упаду и мучиться идеями масонов? Все разнаряжено, избудется как надо. Пусть совесть, ум об этом нам напомнят. 15 мая, 2006 год, Игнатий Лапкин. Памятное останется. Ну, хорошее все к творение-то. По месту, все. Для Бога доверите, не спорите. А сегодня знакомые пишут, у вас не будет, вы так масло выставляете. Так на будущее хоть что-то остатки, что мы будем делать-то? Я говорю, у меня еще около двух с половиной тысяч не распакованных ленок беседы, которые были. Но там надо говорить, кто с кем беседует. Вот трудно с этим будет. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 17. Вопрос 3134. «Чье выступление считаете самым духовным, самым долговечным на соборе в Сан-Франциско?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Все выступления в полноте не читал, но что было доступно, то перелопатил по несколько раз. Выступление Савченко вне конкурса, и оно будет первым на всех соборах по примирению и в будущем. Он просто представил места из Священного Писания, по истории новозаветной церкви провел, когда какие и где были раздоры, и как мирились. Нечего придумывать, а нужно со смирением вглядеться в бывшее. 1 Коринфянам 10.6.11 «А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы». Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Доклад священника Николая Савченко, Санкт-Петербург, РПЦЗ, на послеобеденном заседании первого дня работы 4-го Всезарубежного собора. Восстановление евхаристического общения и преодоление разделений в церковной истории. Разделение и примирение в церкви ведут свое начало от самих праотцев, и история их очень богата и разнообразна. 1. Иаков имел сильное стремление к миру со своим братом Исавом, хотя тот ранее собирался убить его. Для примирения с братом он не пожалел богатых даров. Когда Иаков вернулся из изгнания, то братья примирились без споров о первородстве. 2. Праведный Иосиф не отомстил своим братьям в Египте, хотя те продали его в рабство. 3. Заключая их в объятия, он даже не требовал от них покаяния за этот явный грех. 4. И здесь радость и примирение оказалось чуждым любое притязание на главенство. 5. Самый большой подвиг становился уделом тех, кто приносил наибольшие личные жертвы и поступал в ущерб себе. 6. На истинных миротворцев часто ополчались обе стороны, но иногда настоящими миротворцами становились те, кто не спешил с объединением, а больше всего был озабочен твердостью основы для единства. 7. Заметное разделение в Ветхозаветной Церкви возникло во время правления Иисуса Навина, когда колено Рувимова и Гадова и половина колена Монассина, поселенные за Иорданом, соорудили себе подобие жертвенника. 8. Священное Писание свидетельствует, что все остальные колена собрались и решили идти на них войной и разорить всю Зайорданскую землю за то, что те совершили раскол. 9. Но Финеес, сын Елеазара, священника, стал миротворцем. 10. Он обратился к Зайорданским жителям за разъяснением, и те ответили с клятвой, что они и не думали совершать жертвоприношение на этом жертвеннике. И он предполагался лишь как подобие, чтобы удаленность главного жертвенника не стала причиной отчуждения жителей от веры в единого Бога. Тогда и остальные одобрили такой поступок, как повествует об этом Священное Писание. Иисуса Навина 22.30 И в Ветхозаветной Церкви воцарился мир. 4. Внутреннее разделение возникло в Ветхозаветном народе при Судье Иефае. Слово пропустил тяжелое. Благодарю. 4. Тяжелое внутреннее разделение возникло в Ветхозаветном народе при Судье Иефае, Галаа-Дитянине. Колено Ефремова обвинило Иефае в том, что он не позвал их на войну против амманитян и обещали сжечь его со всем его домом. Сначала Иефае призывал к миру в Судье 12.3, но затем собрал всех жителей Галаадских и разбил своих обвинителей. Вражда между единоверными братьями стала такой сильной, что победители убивали на переправе через реку всех, кто своим наречием выдавал принадлежность к Олену Ефремову. И пало в то время из Ефремлян 42 тысячи. Книга Судьи 12.6. 5. Священное Писание говорит, что вскоре после этого народ еврейский а нечестивился, и преданы были сыны Израилевы в руки филистимлян на 40 лет. Очень разрушительное разделение ветхозаветного народа произошло после избавления народа от филистимлян и смерти Самсона. 6. Когда в Гиве, в городе колено Вениаминова, была убита жена Левита, то все остальные колено ветхозаветного народа постановили требовать выдачи развращенных жителей Егивы на расправу. Однако колено Вениаминова в полном составе воспротивилось этому. Сыны Вениамина были неправы. Священное Писание говорит о том, что Сам Господь благословил все колено победить одно колено Вениаминова в бою. Однако победители приступили благословения Господне и настолько ожесточились, что принесли великое зло. Они убили мечом и сожгли огнем всех людей и все города Вениаминовы. Так что из всего колена уцелело лишь 600 мужчин на скале Риммоне. Лишь после этого был объявлен мир. Весь народ с плачем обращался к Богу, сожалея и раскаиваясь, что целое колено оказалось искорененным. Все люди устроили жертвенник и приносили Богу мирные жертвы. Трудно даже представить, какая пропасть пролегла тогда посреди народа. Примирение было чрезвычайно трудным и, быть может, для этого примирения первым царем был поставлен от Бога Саул, происходивший именно из колена Вениаминова. Возможно, что таков был промысел Божий. Царь из отверженного колена стал примирителем всего народа. Новое разделение последовало в конце царствования Саула, когда он потерял благоволение Божье, а избранником Божьим стал святой пророк и псалмопевец Давид. Большинство народа полюбили Давида за его кротость, Но некоторые из ложного послушания царю Саулу считали Давида изменником и стремились убить его. И одни, и другие были верующие в истинного Бога, но были разделены враждой между собой. В своем ожесточении Саул дошел до того, что заодно лишь предоставление крова Давиду приказал умертвить 85 священников, а затем и уничтожить до тла вместе с женами и детьми их народ Номву. Не народ, а город. Город. Да, и да. Их город Номву. Может показаться, что после убийства священников Саул уже был недостоин примирения. Но кроткий Давид, несмотря на это, все равно называл Саула царем, считал себя его слугой и призывал к миру. Дважды у Давида была возможность поразить Саула, но он убежденно не воспользовался этим. Святой пророк и псалмопевец проявлял милость даже при том, что к Саулу священное писание обращается словами «Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим» 1 царь 28-17. Это значит, что пророк проявлял миролюбие даже к тому, кто назван врагом Божьим. И за такое миролюбие он прославляется. Разделение в народе продолжилось и после смерти Саула. Восьмое. Когда большинство народа восстали против Давида и помазали на царство сына Саула Иавасфея, за Давида стояло лишь меньшинство. И хотя и Иавасфей вел несправедливую кровавую войну против Давида, последний всегда стремился к миру и даже не считал Иавасфея врагом. А когда Иавасфей был коварно убит на постели своими приближенными, то Давид скорбел о нем и назвал его дословно человеком невинным. Второе царство 4.11 Хотя по мнению всех именно этот человек был повинен в братоубийственной войне. Девятое Много позже против Давида вновь поднялись все колена кроме колена Иудина. Они провозгласили царем его сына Авессолома. И Давид вынужден был снова спасаться бегством. Много раз при чтении Псалтири мы слышим как Давид взывает к Господу об избавлении его от преследования врагов. И вдвойне прискорбно что этими врагами пророка оказываются не язычники а его единоверные собратья верующие в Бога истинного. Во время войны с Авессоломом Давид тоже всегда проявлял миролюбие. Когда братоубийственное сражение было уже неизбежно то он просил своих военачальников сделать все чтобы сохранить жизнь Авессолому и как только тот был поражен со всем войском и погиб то Давид был повержен скорбь и нисколько не радовался своей победе. Истинной правдой звучат слова псалмопевца Долго жила душа моя с ненавидящими мира Псалом 119.6 Десятое Миролюбивый дух святого псалмопевца хорошо описывает следующий случай Один из родственников Саула громко злословил Давида и бросал камни в него Окружающие Давида просили его позволить казнить недоброжелателя но миролюбие царя и пророка было непоколебимым он остановил своих слуг такими словами пусть злословит ибо Господь повелел ему может быть Господь призрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие 2 царство 16 11 12 святой псалмопевец склонил к себе сердце всех врагов его что призывая к миру называл их братьями своими своей плотью и кровью а начальнику вражеского войска а миссаю даже предложил стать начальником своего войска главному врагу предложить командовать своим войском это настоящая святость только таким святым и жертвенным миролюбием Давиду удалось достичь примирения в народе разделение в единоверном народе иногда напрямую касались и ветхозаветной церкви 11 так в конце царствования Давида часть народа провозгласила царем не наследника Соломона а его старшего брата Адония провозглашение Адонии царем состоялось при участии самого первосвященника Авиафара но это было нарушением воли царя Давида тогда по его повелению пророк Нафан и священник Садок помазали на царство Соломона возникшее разделение уврачевалось Адония со своими приближенными был прощен а первосвященником вместо Авиафара стал Садок и здесь примирению содействовал дух любви братолюбия и милосердия но иногда разделение в единоверном народе происходили и по воле Божьей во избежание грехов и опасностей о разделении такого рода говорит пророк Исайя делаю мир и произвожу бедствия я Господь делаю все это пророк Исайя 45 18 12 так еще до смерти Соломона пророк Ахиа Силамлянин сказал будущему царю израильскому Иеравааму так говорит Господь Бог Израилев вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен а одно колено останется за ним 3 царств 11 глава 31 32 это было сделано для того чтобы обезопасить часть ветхозаветного народа от языческих обычаев но Соломон не понимал промысла Божия и желал убить Иераваама как раскольника из-за этого вновь возникло разделение в народе 13 после смерти Соломона его сына Раваама отделились все колено кроме Иудина и Вениаминова то есть большинство народа Раваам уже намеревался идти войной на единоверных своих братьев за раскольничество но человек Божий Самей получил от Бога пророчество так говорит Господь не ходите и не начинайте войны с братьями вашими сынами израилевыми возвратитесь каждый в дом свой ибо от меня это было третий царств 12 24 это разделение произошло до отпадения Иеравама в язычество примирение двух царств последовало уже после покаяния Ахава царя израильского и при Асафате царе иудейском заслуга примирителя народа в истине в этом случае по праву лежит на святом пророке Ильи в свою очередь о нетвердом мире изрок пророк Иеремия врачуют раны народа моего легкомысленно говоря мир мир а мира нет Иеремия 6 14 14 когда Новохудоносор царь Вавилонский пришел к Иерусалиму то в среде народа тоже возникло разделение книга Иеремии свидетельствует что когда пророк призывал Седекию последнего царя иудейского сдаться Новохудоносору то тот отказывался ссылаясь Новохудоносору простите но тот отказывался ссылаясь на вражду к нему тех иудеев кто уже прекратил сопротивление Иеремия 38 19 сам Седекия верил в истинного бога но не слушал обличительных слов пророка Иеремии должно быть верующие в бога были и среди покорившихся царю Вавилонскому и среди тех кто продолжал сопротивление об этом времени внутренней вражды говорит пророк я наполню вином до опьянения всех жителей сей земли и царей сидящих на престоле Давида и священников и пророков и всех жителей Иерусалима и сокрушу их друг от друга книга пророка Иеремии 13 глава 13 по 15 стихи и в другом месте говорит ждем мира и ничего доброго нет ждем времени исцеления и вот ужасы Иеремия 14 19 видимо примирение в народе наступило уже в плену вавилонском разделение и смуты в народе случались не только во времена несчастной но и в годы особых благословений от Господа и далеко не всегда начинались разделения от поводов политических но нередко от чисто религиозных 15 пункт так когда после пленения вавилонского народ приступил к строительству храма то не все верующие в истинного Бога были допущены к этому строители из колен Иудина и Вениаминова ссылались на повеления Кира Персидского и не допускали некоторых верующих обиженные со своей стороны увлекали народ и производили смуты так что строительство было даже прекращено на два года до воцарения Дарии 2 ездры 570 при этом те кто не был допущен к строительству храма по свидетельству священного писания тоже поклонялись Богу и приносили ему жертвы 2 ездры 566 пункт 16 следующее по времени происшествия разделения напрямую касалось церкви и даже прямо ее возглавление в начале царствования Антиоха Епифана праведный первосвященник Оня был изгнан нечестивым Иосоном последний заплатил деньги Антиоху Епифану за назначение его первосвященником Священное Писание называет Иосона словами безбожник а не первосвященник 2 Маковейская 4.13 После Иосона таким же нечестием и через подкуп стал первосвященником Менелай Нечестие первосвященников не нарушало благодатности таинств в храме но вызвало справедливое возмущение в народе и разделение Ложе первосвященник Менелай повелел убить изгнанного Оню и подавить народное выступление Он видимо считал что единство церкви можно достичь подавления Тогда возникло разделение в народе и духовенстве по свидетельству Иосифа Флавия в Иудейской войне они искали помощи против своих единоверных братьев Антиоха Епифана а другие у Птоломея Египетского сын убитого Онии тоже по имени Ония бежал в Египет где с разрешения Птоломея построил второй храм с жертвенником И в нем начались службы с полным соблюдением обряда Как раз перед этим Антиох Епифан захватил Иерусалим превратил храм Иерусалимский в языческое капище и начал жестокое гонение на веру в истинного Бога Этим гонением были наказаны все кто пытался опираться на Антиох Епифана в своей вражде против единоверных братьев Противная же сторона искавшая поддержки против своих братьев в Египте была наказана своим гонением при Птоломее при Птолемее Филопаторе В Третьей Маковейской книге повествуется как Филопатор возненавидел народ еврейский в Египте и готовился уничтожить его весь до последнего младенца если бы не произошедшее чудо в те годы храм в Египте объединил вокруг себя всю эмиграцию после освобождения Иерусалима Иудой Маковеем и возобновления жертв в Иерусалимском храме египетский храм сохранился примирение с эмиграцией не помешало египетскому храму существовать и дальше он действовал и в дни земной жизни спасителя из повествования Иосифа Флавия следует что ветхозаветный народ на родине признавал эмигрантский египетский храм в оправдание существования египетского храма приводились пророчества из священного писания 17 последнее значительное разделение внутри ветхозаветной церкви произошло при первосвященнике Геркане сыне Александра Иоанная правнуке Симона Маковея и современники Юлия Цезаря одна часть народа стояла за первосвященника а вторая за царя арестовула брата первосвященника вражда дошла до военных столкновений с большим кровопролитием тогда первосвященник призвал на помощь римлян римский полководец Помпей с большим войском взял приступом Иерусалим и половина народа добровольно сражалась на стороне римлян против своих единоверцев другая же половина самоотверженно сопротивлялась римлянам при этом горячо веруя в помощь Божию Иосиф Флавий описывает что когда римляне ворвались в Иерусалимский храм то были поражены что несмотря на кровопролитие кругом священники благоговейно совершали службы нисколько не замечая окружающего и ни во что не ставят свою жизнь Этот пример свидетельствует о глубокой вере духовенства хотя при этом они были в разделении со своим первосвященником Гирканом Вмешательство римлян только разошло внутреннюю вражду Первосвященник Гиркан был поставлен римлянами царем Однако часть народа отнеслась к пришествию римлян как к оккупации и сопротивлялась ему Побежденные противники римлян бежали и продолжили свою борьбу под именем Зелотов Это произошло ровно за сто лет до крестных страданий нашего спасителя Зелоты часто давали всему народу пример самоотверженности и бескомпромиссной верности своей вере Но они в то же время были в глубокой вражде к сторонникам римлян Примирение тогда было делом невозможным Народ и духовенство старались защитить Народ и духовенство старались защитить Зелотов и умиротворить всех Но Ирод был главным разжигателем вражды По приказу Ирода все законные наследники престола были убиты и изгнаны Царь и одновременно первосвященник Геркан вместе с частью народа вынужден был уйти в эмиграцию в Порфию где скрывался много лет большинство народа признавало царем изгнанного Геркана а не Ирода Иосиф Флавий упоминает что Ирод льстиво обращался в письмах к эмиграции и к Геркану говоря им что пришло время примирения эмигранты уговаривали Геркана не верить Ироду но тот по своей простодушности приехал к Ироду и был сразу казнен эмигранты зелоты в Порфии не могли смириться и с тем что в Иерусалиме Ирод начал по своей воле назначать смещать и казнить первосвященник это было сильнейшим нарушением правил но и несмотря на неканоничность избрания первосвященников жертвы в храме были благодатны после смерти Ирода по свидетельству Иосифа Флавия в иудейских древностях первосвященников стал назначать архилай а последние пять первосвященников до Каяфы назначались римским прокуратором так что если кто-то скажет что выбор первосвященника безбожниками привычен то такому надо вспомнить про Каяфу разделение с зелотами не завершилось и во время земной жизни спасителя при рождении спасителя ангельская песня возвестила всем что на землю принесен истинный мир и сам Бог многократно называется в священном писании Богом мира мир есть один из плодов святого духа его заповедал Христос ученикам словами мир имейте между собою евангелие от марка 9 50 и в последней своей беседе с учениками спаситель сказал мир оставляю вам мир мой даю вам Иоанна 14 27 конечно же истинный мир сильно отличается от нетвердого мира о котором сказано я пришел принести не мир но меч Матфея 10 34 или ибо когда будут говорить мир и безопасность тогда внезапно постигнет их пагуба 1 фессалоникийцем 5 3 в новозаветной церкви соблазны разделений имели место с самого начала так еще святой апостол Павел обращался в посланиях с совещанием к коринфским христианам с призывом уберегаться от разделений позже смута в коринфской церкви значительно усилилась для умиротворения христиан святой Климент Римский обратился с посланием к коринфянам среди коринфян оказалось некоторое количество ненавистников мира которые смущали и разделяли верующих видимо умиротворение церкви не могло быть достигнуто простым отлучением любителей смуты святой Климент обращается не к смутьянам а к благоразумным христианам и призывает их не верить любителям смуты это означает что разделение пустило глубокие корни восемнадцатая большой внутрицерковный спор возник по вопросу о праздновании Пасхи когда римский папа Виктор объявил осийские церкви отлученными за празднование Пасхи в день 14 Несана Евсевий Кисарийский так говорит об этом цитата не всем однако епископам пришлось это по душе Викторов говаривали подумать о мире единении с ближними любви из этих слов следует что часть епископов все-таки поддерживали Викторов его стремление к отлучению братьев но другие иерархии и в первую очередь святой Ирине Ливонский горячо выступили против такого разделения Церковь обе стороны разделения считала своими чадами Благодаря миротворцам разделение в церкви не углубилось а окончательно празднование Пасхи было установлено на Первом Вселенском Соборе 19 В начале Третьего века возникло разделение в Римской Церкви это произошло при Папе Калисте 217 и 222 годы тогда от него отделилась часть паствы во главе со Святым Ипполитом Римским отделившиеся не могли смириться с тем что новый римский Папа в отличие от своих предшественников допускал священство двоебрачных и третьебрачных и принимал в общение всех ранее отлученных Церковь ни одну из групп не посчитала раскольниками Калист считается римским Папой и на его стороне было большинство а Святой Ипполит почитаем за свою ревность и ученость и его по прошествии времени стали называть епископом римского пригорода Ости профессор Болотов утверждает что разделение продлилось до 235 года когда обе части римской церкви примирились и избрали нового римского епископа Антероса 20 однако если в этом случае обе части церкви проявляли братолюбие то через 16 лет в 251 году когда снова возникли подобные споры одна из сторон уже не имела никакого стремления к миру тогда спор закончился на овитианским расколом и новотиане совершенно покинули церковь 21 разделение возникло в александрийской церкви при святом дионисе александрийском это смута имела повод политический тогда египет откололся от рима и провозгласил своего собственного императора часть верующих в александрии поддержали его а другие стояли за римского императора галиена евсевий кисарийский в церковной истории приводит выдержку из письма святого дионисия по поводу этой внутри церковной смуты из этого письма видно что александрийский святитель изо всех сил старался примирить враждовавших стоял над стоял над этой смутой и даже говорил что из-за разделения он не может последовать побеседовать с самим собой и посоветоваться собственной душой святитель воспринимал это разделение как разделение своей собственной души эта смута прекратилась в 261 году и благодаря святителю миротворцу церковь вышла с честью из испытания и перед лицом верующих и даже перед лицом римской власти 22 святитель дионисий александрийский проявил свое миротворчество и в спорах о крещении еретиков тогда епископ римский стефан заявил о своем разрыве со всеми церквами африки и многими восточными церквами за то что они под водительством святого киприана карфагенского перекрещивали всех еретиков и даже раскольников стефан римский также почитается церковью во святых память второго по новому стилю 15 августа святой дионисий вел примирительную переписку не только с самим римским епископом но и с несколькими римскими пресвитерами стремясь и через них мирно повлиять на всех его усилия увенчались успехом при римском епископе к сестье в 257 или 258 году церковное общение было восстановлено а преследующим епископе римском дионисии внутри церковный спор утих и в церквах настал мир и карфагенская и римская церкви остались при своих прежних обычаях мнящие сие мудрствование свое вольное бытие противного же в меняху противного же не в меняху в ересь так говорится об этом у барония в церковно-славянском переводе 23 к сожалению не все в африканских церквах имели мирный дух некоторые неразумные последователи святого киприана позже составили ядро раскола донатистов и совершенно откололись от церкви большие внутренние смуты постигали церковь перед гонением диоклетиана в то время весомым было мнение что само диоклетианово гонение постигло христиан за внутрецерковные раздоры такое мнение излагает Евсевий Кисарийский в церковной истории он следующими словами описывает эти события мы стали завидовать друг другу осыпать друг друга оскорблениями и только что при случае не хвататься за оружие предстоятели церквей ломать друг от друга словесные копья миряне восставать на мирян творили мы зло за злом а наши мнимые пастыри отбросив заповедь благочестия со всем пылом и неистовством ввязывали ссоры друг с другом умножали только одно зависть взаимную вражду и ненависть раздоры и угрозы к власти стремились так же жадно как к тирании тираны книга восьмая глава первая Евсевий Кисарийский замечает об этом с нежеланием и кратко но в его повествовании внутрицерковная вражда стала единственной духовной причиной гонения двадцать четвертая одним из самых известных внутрицерковных разделений стало разделение в Антиохии во второй половине четвертого века тогда в Антиохии возникли сразу две группы православных возникли сразу две группы православных разделенных между собой Евстафиан поддерживал святой Афанасий Александрийский а также римский епископ и весь запад а святого Милетия поддерживали восточные отцы примирительные усилия начались немедленно на соборе 378 года было решено по свидетельству Барония что оба архиерея управляют каждой своей паствой а после кончины одного происходит объединение но стороны не были готовы к этому святой Милетий отошел ко господу в 381 году после второго вселенского собора Барония упоминает что после кончины святого Милетия некоторые мудрейшие старейшие и в их числе святой Григорий Назианзен призывали не назначать нового епископа Павлина однако на место святого Милетия был поставлен Флавиан и разделение продолжилось для многих это означало нарушение прежних договоренностей и поэтому вызвало смущение так например римская церковь не признала избрание Флавиана и поддерживала епископа Павлина когда вскоре в 382 году умер епископ Павлин то на его место был избран и поставлен епископом Евагрий теперь другая сторона нарушила прежние договоренности и все восточные епископы были против этого но при этом избрание Евагрия произошло сведомо римской церкви о чем свидетельствует бароний он говорит что Евагрий был избран цитата соизволящую епископу римску сам Евагрий жил недолго и плачил примерно в 384 году тогда было решено не поставлять епископа на его место но разделение все еще продолжалось и Евстафиане остались без епископа одновременно с этим епископа Флавиана по-прежнему не признавали на западе и в 391 году его пытались вызвать на суд собора западной церкви в историях Сократа и Саземена Малитяне даже называются раскольниками но такое наименование лишь плод смуты на самом деле церковь никого не считала раскольниками эти внутрицерковные это внутрицерковное разделение отражается в трудах святого Иоанна Златоуста 380 годы святой отец был пресвитером в Антиохии и был на стороне святого Милетия и Флавиана как святой Иоанн относился к этому разделению которое сам был вовлечен после 387 года им было написано толкование на послание святого апостола Павла к Ефесянам в 11 мировоучении этого толкования святой Иоанн прямо говорит о Евстафианах цитата «Уже ли вы считаете достаточным то что их называют православными тогда как у них оскудела и погибла благодать хиротонии» что же пользу пользы во всем прочем если у них не соблюдена последняя надобно одинаково стоять как за веру так и за благодать священства под словами «погибла благодать хиротонии» Златоуз здесь понимает прекращение епископства у Евстафиан но все равно здесь мы слышим достаточно резкие слова обличения так что даже можно подумать что святой Иоанн не считает Евстафиан православными однако такая мысль обманчивая она исчезает после прочтения его следующих слов святой Златоуст вдруг добавляет «мы готовы уступить свою власть кому вы хотите только пусть будет церковь едина» из одиннадцатого нравоучения становится ясно что в годы самого глубокого разделения в Антиохии святой Иоанн хотя и обличал противную сторону но ради мира и единства церкви даже готов был уступить свою духовную власть в пользу противоположной стороны не каждый может укорять противоположную сторону и тут же давать согласие подчиниться обличаемым ради мира наверное именно такой подход и позволил со временем примирить две ветви церкви блаженный феодорит кирский ставит похвалу и заслугу епископу антиохийскому Александру что он сумел своей кротостью окончательно примирить православных в книге 7 церковной истории феодорита говорится что епископ Александр сам пришел в церковь Евстафиан для окончательного примирения а вся площадь была покрыта народным морем так как все приветствовали конец разделения святой Иоанн Златоуст был настолько предан церковному миру что ради этого мира претерпел гонение и саму смерть хотя он был несправедливо судим на соборе в дубе халдионском но по отношению к своим гонителям проявлял миролюбие не так еще раз хотя он был несправедливо судим на соборе в дубе халкидонском но по отношению к своим гонителям проявлял миролюбие неоднократно он сдерживал преданный ему народ от бунта а покидая Константинополь просил всех подчиниться новому архиерею и своему гонителю в последних своих словах святой Иоанн даже просил прежних жертвователей отныне с той же ревностью давать свои деньги его гонителям это есть несомненное и сильнейшее проявление миролюбия из-за несправедливости в отношении святого Иоанна Златоуста возникло разделение в церкви весь запад разорвал общение с востоком и разрыв продолжался до тех пор пока Златоуст не был посмертно оправдан народ в Константинополе избегал ходить в те церкви где поминалось его имя нет никаких сомнений где не поминалось его имя простите нет никаких сомнений что и одна и другая сторона в этом споре были православными профессор Карташов в книге Вселенские соборы упоминает что окончательное примирение со сторонниками Златоуста произошло в 438 году при архиепископе Прокле после торжественного принесения мощей святого это означает что разделение продолжалось больше 30 лет хотя все поместные церкви уже были в общении и уже прошел Третий Вселенский собор и имя святого Иоанна Златоуста давно было в диспутах но по всей видимости самые ревностные сторонники святого отца еще раз хотя все поместные церкви уже были в общении и уже прошел Третий Вселенский собор и имя святого Иоанна Златоуста давно было в диптихах но по всей видимости самые ревностные сторонники святого отца не верили в искренность перемены в прежних гонителях видимо на них не способны были повлиять простые логические аргументы об их изолированности профессор Карташов упоминает что архиепископ Прокол намеренно просил разрешения царской власти на перенесение мощей святого для примирения в народе при жизни святого Иоанна Златоуста произошло еще одно внутрицерковное разделение святой эпифаний кипрский потребовал от святого Иоанна анафематства оригена а когда тот отказался то возникло новое разделение между кипрской и константинопольской кафедрой по той же причине кипрская церковь оказалась в недолгом разделении и с иерусалимской церковью много позже на пятом вселенском соборе труды оригена были анафематствованы таким образом хотя разделение и было вызвано вероучительными вопросами и кипрская церковь как бы предвидела будущее но противную сторону никто сейчас не осуждает за почтение коригену это означает что истинное миролюбие иногда даже покрывает формальную неправоту 27 святой григорий богослов также был вовлечен в одно внутрицерковное разделение и принял участие в примирении его отец святой григорий назианзен подписал соборный документ неверно излагавший исповедание веры в ответ часть монашествующих отделилась от своего архиерея отделившиеся были ревнителями никейского собора оба святых григория терпеливо трудились для восстановления единомыслия от них не слышно было угроз или анафем отделившимся ревнителем ревнители со своей стороны также были трезвы и умерены в своих суждениях в своем слове о мире святой григорий нигде не упрекает отделившихся и даже наоборот отмечает что разделенные больше защищали противную сторону перед внешними чем спорили с ними в том же слове о мире можно найти даже свидетельство что некоторые отделившиеся ревнители монахи были рукоположены сочувствующими им епископами значит были и архиереи ревнители в этом разделении как было относиться святому григорию к тем пресвятерам кто был рукоположен противной стороной на чужой так сказать канонической территории конечно же святой григорий относился к ним совершенно без всякой вражды и как к братьям вот вот какими словами святой григорий говорит об этом тех которые были поставлены главами отделившихся как поставленных ради благочестия и в пособие страждущему православию мы приняли с любовью и обходились не как с врагами но как с братьями обнялись с теми которые возмутились против нас ненадолго за отеческое наследие впрочем возмутились по-братски а не злонамеренно вражду их мы не похвалили но ревность одобрили ибо несогласие за благочестие гораздо лучше согласие по какой-нибудь страсти такой духовный подход становится напоминанием всем кто готов внутрицерковные смуты поставить превыше всего и все свои силы направлять на споры но с другой стороны это и напоминание всем кто думает достигать единства насилием и обвинением противной стороны действительно несогласие за благочестие это сильнейшее оружие церкви против лжеучений насилия гражданской власти или нравственных прегрешений не несогласие за благочестие имеет большое врачущее действие но оно должно быть сопряжено с миролюбием и смирением сам святой григорий показывает слове о мире свое смирение в следующих словах из сильной любви к Богу и ко Христу мы разделили Христа из-за истины стали лгать друг на друга ради любви получались ненависти смирение святого Григория становится даже сильнейшим самоуничижением в следующих фразах из того же слова лукавый раздравший нераздираемый неразделимый и весь тканный хитон присвоил его весь себе успев через нас сделать то чего не мог сделать через распинателей Христовых из этих слов видно что святой отец в стремлении к примирению уничижал себя до последнего и сравнил себя даже с распинателями Христовыми это случилось из-за того что он считал себя причастным в вине за разделение не следует ли каждому православному считать себя виновником внутри церковных разделений на примере святого Григория одним за попустительство греху а другим за неразумно суровое обличение святой Василий Великий также не остался без укоров со стороны ревнителей и желание примирения немощных он иногда умалчивал в проповедях о божестве святого духа это вызывало споры и возмущения твердых ревнителей Никельского собора некоторые даже отделялись от общения с ним и находили опору себе в западной церкви в письме к италийским и гальским епископам от 372 года вместе с 32 архиереями и в том числе со святым Григорием Богословом и святым Милетием Антиохийским святой Василий сообщает что кроме притеснений от Ариан большим бедствием для церкви стала смута среди православных письмо насловно говорит что разделение среди православных довели церковь цитата до крайнего изнеможения однако истории неизвестны никакие притеснения ревнителей со стороны святого Василия он никого из ревнителей не называл раскольниками и лишь скорбел о разделении в церкви и многократно писал примирительные письма римскому епископу однако будучи миролюбивым по отношению к ревнителям он был бескомпромиссно тверд против лжеучений и ересей святой афанасий великий претерпел много земных несчастий и несчастье не только от ариан но и от своих собратьев православных ариане хитростью разжигали недовольство среди православных против святого афанасия так что весь антиархийский поместный собор был в разделении с ним святой сам святой афанасий так и не увидел в земной жизни примирения со своими несправедливыми судьями деяния антиархийского поместного собора включены в книгу правил а ответственное загонение на святого отца по справедливости лежит на арианах а не на обманутых ими православных святой кирилл александрийский тоже прославляется церковью за свое стремление к миру после третьего вселенского собора вся антиархийская церковь оказалась в отделении в деяниях третьего вселенского собора есть однозначное осуждение собора антиархийской церкви за несогласие с низложением неистория однако святой кирилл понимал что большинство антиархийских отцов православных и их действия не могут стоить разделения поэтому святой кирилл предпринял миротворческую переписку с антиархийским архиепископом иоанна эта переписка повенчалась успехом и мир был восстановлен а упорные последователи неистория окончательно разорвались церковью с антиархийской стороны миротворцем стал блаженный феодорит кирский который составил примирительное исповедание веры своих миротворческих усилиях святой кирилл александрийский даже допустил дерзновение он заявил о примирении не опросив всех отцов участников третьего вселенского собора и такое дерзновение святого отца было всеми признано из этого примера видно что когда вера исповедуется православно то следует больше стремиться к миру и единству чем измерять несомненный грех противной стороны и требовать покаяния тридцатое однако иногда господь не только не благословляет примирение но даже поддерживает разобщенность ради исправления греха это касается не только ереси но даже обычных внутрицерковных разделений такой случай описывается в священной истории сульпийца севера книга вторая глава 46 тогда в конце четвертого века некоторые гальские и испанские епископы настояли чтобы гражданская власть казнила сектантов но святой Мартин Турский резко выступил против зарождающейся инквизиции и прекратил церковное общение со сторонниками казни царь приложил очень большие усилия чтобы уговорить Мартина примириться с остальными епископами можно предполагать что царь был искренен в своем желании мира однажды святой Мартин дожидал согласия на примирение но затем признал это ошибкой и вновь отделился в сульпиции север север повествует что святому Мартину было видение ангела со словами одобрения его действий однако за то что он допустил хотя и краткое но ложное примирение от святого Мартина была отнята прежняя сила исцеления больных после этого святой отец прожил еще 16 лет и не участвовал в собраниях епископов или синодах разумеется что сам святой отец и остальные епископы были православными этот случай говорит о том что когда грех мешает единству то нельзя закрывать глаза на грех и лучше отложить объединение на неподготовленной основе ради будущего великого славного и прочного мира вина за продолжающееся разделение в этом случае лежит на немногих виновниках греха а не на разделенном этим грехом множестве православных не может быть иного истинного примирения без возвращения к подлинному исповеданию то есть без примирения с церковью небесной а все другие примирительные усилия оказываются ложными и порождают лишь новые смуты когда ради мнимого церковного мира многие пытались забыть и отменить четвертый вселенский собор то этот компромисс лишь породил новые разделения сторонники ложного примирения с монофизитами то есть сторонники энотикона однозначно осуждались церковью однако в те годы были разделения и среди православных так при патриархах константинопольских святых ефимии и македонии многие оказались в разделении со своими архиереями церковной истории евагрия схоластика книга 3 глава 31 говорится что патриарх македоний составил исповедание где была правильно изложена православная вера однако умалчивалось о четвертом вселенском соборе патриарх таким путем пытался уврачевать среди своей пасты склонность к монофизитству однако для православных ревнителей это было недопустимо тогда монастыри в окрестностях константинополя отделились от патриарха и вагрии схоластик упоминает об этом кратко а профессор болотов в труде лекции по истории древней церкви уточняет что в те годы почти в каждом городе были православные ревнители которые не находились в общении со своими епископами а считали себя единомышленниками римского епископа за его твердость в отстаивании четвертого вселенского собора профессор болотов приводит свидетельство что когда посланцы римского епископа приезжали в восточные города то они останавливались у ревнителей а самих восточных архиереев избегали видимо никакие слова о канонической территории и зарубежном вмешательстве не могли сами по себе примирить церковь при этом сами патриархи Ефимий и Македоний сразу стали почитаться и почитаются во святых это разделение закончилось в 519 году примирением и с римской церковью и с ревнителями поначалу римская церковь потребовала исключить патриархов Ефимия и Македония из гиптихов за их компромиссы однако Константинопольская церковь решила что эти патриархи были православными и внутрицерковное разделение не было ничьим отпадением в ересь как не было и ничьим раскольничеством 32 пункт следующее по времени внутрицерковное разделение произошло во время и после 5 Вселенского Собора из-за спора о трех главах большинство противников осуждения трех глав были православными собор с пониманием отнесся к ним и не судил самих защитников трех глав этот спор привел даже к временному разрыву между Римом и Константинополем после их примирения и одобрения и одобрения Римом 5 Вселенского Собора возникла смута в западной Европе в западной церкви простите большинству на западе казалось что 5 Вселенский Собор допустил уступку монофизитству из-за этого все церкви в Африке Испании Галии Северной Италии оказались в разделении с Римом и Константинополем на соборах епископы этих земель сурово обвиняли римского епископа за осуждение трех глав и называли его неправославным конечно же они были неправы однако римские епископы сразу начали примирительные усилия многие годы римские епископы один за другим обращались к противникам и умиротворяющими посланиями и в Риме и в Константинополе поступали мудро и не осуждали неразумных особенные примирительные усилия прилагал римский папа святой Григорий Великий у профессора Болотова есть упоминание что святой Григорий Великий не считал защитников трех глав отпавшими от церкви и поддерживал общение с теми кто желал этого в его глазах их действия не могли оправдать суровости в отношении к ним ради мира в истине святой Григорий даже допускал умолчание о пятом вселенском соборе окончательное примирение произошло сразу после шестого вселенского собора свидетельством о том что противники осуждения трех глав считались православными является житие святого священно-мученика Ерменингельда церковь где подвязался святой мученик тогда была против осуждения трех глав и находилась в разделении с Римом 33 сразу после седьмого вселенского собора возникло разногласие в церкви по поводу признания священного сана за теми кто был рукоположен за деньги святой Феодор студит в письме к Арсению сыну упоминает что святой патриарх Тараси допустил таких тогда священнослужения после эпитемии но это вызвало большое недовольство среди монашествующих 34 в 796 году в Константинополе возникло церковное разделение вызванное незаконным венчанием императора Константина когда он заточил в монастырь свою жену и приказал венчать себя на другой патриарх Тарасий не признал это венчание но поначалу не запретил совершителя этого беззакония в письме к Симеону монаху преподобный Феодор говорит что он сам и многие монашествующие разорвали разорвали за это общение с патриархом Тарасием и были сосланы гражданской властью в ссылку но патриарх стремился к встрече для умиротворения спора в письме святого Феодора к Никифору патриарху он кратко описывает тяжелую беседу монашествующих со своим предстоятелем беседа началась резкими обличительными словами святого Феодора да не будет нам части с тобой ни в 7 веки ни в будущем потому что ты без различия допускаешь прелюбодея иметь общение с твоей святостью в ответ на эти сильные обличительные слова святой Тараси не разгневался но наоборот начал уговаривать монашествующих и заверять их в своей верности нравственному учению церкви в письме к Симеону монаху преподобный Феодор сообщает что патриарх даже одобрил действия монашествующих мудростью святого Тарасия мир сразу был восстановлен а совершитель беззаконного венчания был запрещен священнослужений однако через 9 лет 806 году при следующем патриархе Никифоре под давлением государственной власти беззаконник был снова разрешен и стал священником великой церкви преподобный Феодор со своими единомышленниками поначалу убеждал нового патриарха исправить ошибку когда же это не удалось но разделение когда же это не удалось то разделение возобновилось в письме к Афанасию сыну святой Феодор описывает как за твердость против прелюбодейного брака он и другие игумены с монашествующими едва епископа были низложены и отправлены в ссылку сам святой Феодор Студит был при этом анафематствован на архиерейском соборе хотя открыто святого Феодора поддержали очень немногие но велико было сочувствие со страданиями за правду простите но велико было сочувствие его страданиям за правду в 811 году состоялось примирение священник совершивший беззаконный брак был снова запрещен а святой Феодор написал письмо всем своим единомышленникам где призывал их признать патриарха примирение святого патриарха Никифора со святым Феодором Студитом оказалось чрезвычайно прочным когда в 815 году по приказу царя вновь началось иконоборческое гонение то самыми верными единомышленниками изгнанного патриарха Никифора стали ученики святого Феодора то есть прежние противники преподобный Феодор писал патриарху преисполненные братских чувств письма а когда им удалось встретиться после нескольких лет изгнания то бывшие противники рыдали от радости встречи оба бывших противника закончили свою жизнь в изгнании как исповедники и канонизированной церковью но примирение всех их сторонников было не очень простым делом в письме святого Феодора студита к Антонию Игумену монастыря святого Петра и находящимся с ним от восемьсот одиннадцатого года он обращается к тем своим ученикам кто продолжает испытывать на себе гонения несмотря на происходящее примирение святой Феодор убеждает их войти в общение с патриархом и епископами и говорит что в противном случае цитата мы не одержим победы но может быть излишне стремясь к справедливости потеряем и то благо которого достигли прежними трудами в этом же письме он уверяет своих ревнителей что они гонимы за правду и что через отношение к ним открывается кто из архиереев истинные пастыри а кто чуждые епископы из этого письма Феодора видно что его примирению не помешало гонение со стороны чуждых епископов но при этом он относился с пониманием к сдержанности и осторожности тех своих единомышленников кто спешил с воссоединением в письме убеждающим воссоединиться с патриархом нет никакого приказа или насилия но есть много братолюбия и понимания своих братьев 35 вскоре после торжества православия над иконоборчеством возникло новое разделение внутри церкви во главе каждой из сторон стояли канонизированные церковью патриархи Игнатий и Фотий в кратком житии святой патриарх Игнатий святого патриарха Игнатия сказано что он был низложен под давлением царской власти за обречение беззаконий Кесаря Варн епископы избрали в патриархии Фотия однако такое вмешательство царской власти вызвало большое возмущение среди монашеств профессора Лебедев указывает что патриарха Фотия не признали несколько главных монастырей и пять митрополитов уходящий патриарх Игнатий запретил священнослужение всем кто признает это беззаконное смещение однако новоизбранный патриарх Фотий не был вольным сторонником удаления своего предшественника его заставили принять патриаршество в случившемся разделении большинство было на стороне патриарха Фотия однако противная сторона имела сильнейшую опору в монашестве кроме патриарха Игнатия одним из главных противников патриарха Фотия был Николай игумен студийский и ученик святого Феодора Студита канонизированный церковью память четвертого по новому стилю 17 февраля в 867 году патриарх Фотий был после государственного переворота низложен и на патриарший престол вернулся патриарх Игнатий большинство противников были низложены при этом низложенный патриарх Фотий смиренно прекратил служение и терпеливо ждал справедливости и примирения его терпение в перенесении собственного низложения расположили к нему сердца большинства народа и духовенства и поэтому перед смертью патриарха Игнатия были сделаны большие шаги к примирению когда после смерти патриарха Игнатия патриарх Фотий вновь занял престол то разделение постепенно завершилось миром церковь ни одну из сторон не посчитала раскольниками но считает во святых тех и других оба первосвятителя почитаются каждый за свою добродетель и каждый за свое проявление ревности а их ошибки это ошибки в значительной степени невольные 36 в начале 10 века Константинопольская церковь принесла еще одно внутреннее разделение когда император Лев Мудрый вступил в четвертый брак после смерти трех своих жен а патриарх Николай Мистик отказался его признать тогда патриарх Николай был низложен и на его место был избран Ефимий а римский папа утвердил четвертый брак возникло большое разделение в церкви с длительными смутами сторонники патриарха Ефимия ссылались на правила западной церкви позволявшие четвертый брак в случае смерти предыдущих жен в свою очередь сторонники патриарха Николая указывали на прямое запрещение четвертого брака правилами восточной церкви разделение продолжилось и в то время когда патриарх Ефимий был низложен а на его место был снова возвращен патриарх Николай Мистик профессор Лебедев в книге очерки внутренней истории византийско восточной церкви в 9 10 и 11 веках стоит в значительной мере на стороне николаитов в одном месте он даже называет ефимитов отступниками однако было бы ошибкой считать раскольниками любую из партий в том оси единения изданном примирительным собором в 920 году нигде нельзя увидеть что речь идет о принятии раскольника этот томос вошел в полное издание славянской кормчей в нем говорится только об умиротворении внутрицерковных споров и им отныне запрещается признавать четвертый брак кроме кроме того в житие святого Василия нового можно увидеть прямые и убедительные порицания патриарха Николая в начальный период его патриаршества и наоборот поддержку тех кто принадлежал к противной ему партии до и после собора 920 года патриарх Николай обращался к своим противникам в письмах с большим братолюбием он предлагал им ради мира оставить патриаршество и сдерживал своих неразумных сторонников гонителей внутренние отношения патриарха Николая к миру хорошо выражаются в следующей выдержке из его письма его приводит в своем труде профессор Лебедев я нахожусь в крайнем недоумении и как в непроходимом море ношусь между теми и другими устремляя свой взор единственно к божественному промышлению и управлению так как всякое человеческое искусство бессильно оставить своих и перейти к противникам было бы странно и безрассудно а нежелание отделившихся повиноваться нашему слову против воли нашей удерживает от соединения с ними из этих слов следует что патриарх ради мира даже допускал мысль о своем переходе к противникам даже после того как часть ефемитов после собора 920 года отказалась от примирения патриарх Николай а затем его последователи проявляли к ним кротость и не считали их раскольниками к ним относились как к братьям которые пока внутренне не готовы к примирению и действительно ведь одно дело новое разделение а другое дело когда сохраняется прежнее положение вещей из-за какой-то чрезмерной осторожности и лишь в самом конце 10 века и уже многое после внесения патриарха Ефимия в гиптихе на соборе были осуждены те кто не соглашался на примирение таким образом церковь ждала мира почти 100 лет не осуждая того кто был не готов к миру 37 середина и конец 13 века стали временном почти непрерывных смут в Константинопольской церкви это было время разделения между ревнителями и политиками особая силы разделения достигла после изгнания государственной властью патриарха Арсения в отместку за его обличение часть церкви не могла признать смещение и поддерживала незложенного неоднократно случалось что когда на патриарший престол восходил патриарх из политиков то ревнители разрывали с ним общение а политики обвиняли их в расколе а когда патриархом становился ревнитель многие политики не излагались и изгонялись зелоты и их противники несколько раз чередовались поэтому совершенно бесплодными становятся попытки решить кто и когда оказывался раскольником потребовалось несколько десятилетий чтобы преодолеть эту смуту 38 еще больше смут происходило в константинопольской церкви во времена турецкой власти в основном они происходили из-за вмешательства и наверное власти в дела церкви или из-за того что кто-то пытался втянуть советскую власть в борьбу против своих единоверных братьев истории известны разделения 1467 года между последователями патриархов Марка II и Симеона I из-за подозрений в подкупе власти разделения 1504 года между последователями патриарха Пахомия I и Иоакима I разделение 1522 года между патриархами Иеремией I и Иоанникием I разделение между патриархами Митрофаном I и Иеремией II причем на стороне I затем оказывались патриархи Пахомий II и Фиолипт II также затем низложенные и много других подобных разделений такие смуты продолжались многие годы так что часть духовенства признавала одного низложенного турецкой властью патриарха а часть духовенства другого 39 особенно тяжелым было положение в 17 18 веках тогда смуты нестроения и низложения патриархов шли сплошной чередой например патриарх Кирилл I 6 раз избирался на патриаршество и 5 раз был низложен патриархи Парфений IV и Дионисий IV избирались по 5 раз а несколько патриархов занимали кафедры по 4 и 3 раза внутренние смуты в те годы стали непрерывным страданием церкви однако эти смуты промыслительно удерживали патриархию от падения в полную зависимость от иноверной власти поскольку народ ни за что не признавал своим первосвидетелем того кто был назначен сверху вопреки его воле 40 пункт церковная история дает и множество других примеров внутрицерковных разделений они случались на протяжении всей жизни церкви во всех православных народах и государствах и они не должны повергать в отчаяние верующих ведь если после рассмотрения прежних внутрицерковных разделений обратиться к разделениям 20 века то можно увидеть что они во многом сходны по своей природе все что много раз случалось раньше то же самое происходило и в 20 веке здесь было и насилие гражданской власти со стремлением починить церковь своей воле и даже вообще ее уничтожить были и смещения неугодных и назначения патриархов вопреки точному следованию правилам церкви случались и подписания неправославных документов как убежденно так и невольно и как следствие этого были разделения а они неизбежно должны были случиться как и происходило в истории мы видели и обвинения в расколе с одной стороны и ответную неразумную резкость суждений с другой стороны когда обвинения обращались не только против достойных этого но и против невинных это означает что и примирение должно происходить так же как оно и происходило ранее в истории самое главное чтобы это примирение имело твердую основу примирение будет твердым если дано будет правильное изложение и на каких принципах оно устанавливается одновременно оно должно быть и разумно умеренным необходимо будет и указать что исключает это общение чтобы ни у кого не могло возникнуть сомнения в его принципиальности в истории часто бывало что одна сторона посылала общительные грамоты другой стороне со своим изложением и ждала ответа тогда другая сторона должна была или принять это или отвергнуть возложив на себя ответственность за продолжающееся разделение и случалось что прочное примирение этим достигалось лучше чем длительными переговорами с согласованием формулировок но в любом случае примирение обязано быть искренним и всенародным то есть не навязанным сверху оно должно полагаться на твердом камне чистого исповедания ведь истинная вера и есть то что объединяет и примиряет если вера исповедуется правильно то в остальном можно и нужно сколько допустимо уступать ради мира с пониманием и братской любовью относять к осторожным и ревностным ведь миротворцы строят здание мира во Христе а ревнители устраивают твердое основание для этого мира ради примирения нужно идти на большие личные жертвы призывая и других быть жертвенными в этом святом деле тогда еще раз исполнятся слова послания к шестому вселенскому собору 125 западных епископов милосердный бог удостоит даровать временам нашего светлейшего счастья совершать это дело воссоздать разрушенное в здании церкви божией соединить в союзе истины разделенное связать в любви апостольской веры разъединенное собрать в единстве господство апостольской истины рассеянное евангелие от луки 13 3 5 нет говорю вам но если не покаетесь все также погибнете нееме 1 6 да будут уши твои внимательны и очи твои отверсты чтобы услышать молитву раба твоего которую я теперь день и ночь молюсь перед тобою о сынах израилевых рабах твоих и исповедуюсь во грехах сынов израилевых которыми согрешили мы пред тобою согрешили и я и дом отца моего евреям 2 1 посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному чтобы не отпасть настроиться на нужную волну услышать сос спасите наши души припомните как многие в плену успеть бы вовремя их камеру разрушить а камера у каждого своя и в ней привыкли гнить и размножаться иной живет простите как свинья не помышляя о конце о жатве они не думают о душеньке несчастной и даже отрицают бытие ее хватают ненасытной пастью к ним можно достучаться лишь битьем и ломятся тогда от волн борта и рубят мачты груз за борт швыряют вода не снизу до ноздрей до рта смерть сейнер раненый подтягивает к краю услышится ли стук тире и точек и кто отыщет в мареве туманном кто рисковать с собой за нас захочет подвох не страшась или обмана лишь небеса клубятся темнотой и вал завалом не спросясь в каюту последняя с наркозом за тобой не обещая пухом стать уютным младенческие христу доверься сразу отбрось за борт сомнения не тони не веря есть худшая зараза в которой добровольно можешь сгнить иисус я верю ждал ты не напрасно мой сос его коснулся и не сгинул расцеловал переодел на пасху глухонемой поет счастливый гимны волна несчастья вынесла к спасению кровь иисуса выкуп заплененных другим вещаю сею божье семя где свет христа там сгинули потемки 12 мая 2006 год Игнатий Лапкин спаси христос благодарю за внимание на сегодня все с Богом спаси христос отошел слава иисусу ой 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 иисусу